Эта игрушка в свое время, когда только вышла, она реально стала каким-то прорывом. Ну, мне тоже очень скучно, так что я составлю тебе компанию, пока ты ищешь тех девочек, ладно? Они угрожают вызвать полицию, потому что думаешь, что я напал. Райану Гудвину было 12 лет, поэтому наша любовь никто не мог понять. А все, больше ничего нет. Чпойнк. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстр, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Firewatch. У нас с вами уже вторая часть, очень рад, что первая вам зашла. Многие из вас написали лайки, поставили комментарии. И, конечно же, все это дело не забывай под этот видос тоже оставлять. Ну, а мы с тобой, собственно, стартуем наш второй рабочий день. Солидный, хорошенький, на этой вышке, соответственно. И должны отвечать нашей подружке, которая нас тоже вызывает. Я напоминаю, что в предыдущей серии мы устроились на работу, у нас была небольшая предыстория. Кстати, еще не видел первую часть, конечно же, ее посмотри, потому что иначе ты будешь вообще не в курсе всего происходящего. И мы, соответственно, делаем следующим образом. Я проснулся, знаешь, как Лунтик и родился, только я проснулся. Я встал, я тут. Что у тебя с голосом? У нас. Извини, у нас стряслось. А, что стряслось? Та буря повалила телефонную линию, которую я использовала для связи с состной службой. То есть мы отрезаны. И что, нет запасной линии? Запасной вариант в двух днях пути отсюда. Так это значит нет. Мне проще попросить остальных дозорных проверить состояние проводов на их территориях. До твоих же не так далеко. Если ты найдешь проблемы со своей линией, я попытаюсь связаться с рейнджером, и он кого-нибудь приведет. Хорошо, это я могу. И где она? Помнишь ту пещеру, через которую ты вчера прошел? Да, конечно. Так вот, тебе нужно вернуться туда, пройти ее до конца, и как только выйдешь, продолжи двигаться на север. Сделаю. Спасибо, Хэнк. Такс, отлично. Генри. Мое имя Генри. Что, тебе не нравится Хэнк? Нет, мне не нравится Хэнк. Но Хэнк рифмуется с Тэнкс. Нет, не рифмуется. Главное, как хочешь. Так, допустим. Зачем я постоянно этот выключатель переключать и трогаю? Так, берем наш рюкзачок, и погнали, соответственно, на следующее задание. А пока идем, пока идем, собственно, да, напиши свои мысли по второму дню. Ну, пока что он, конечно, только начался, но, возможно, ты уже в предвкушении чего-то интересного и необычного. Возможно, даже предскажешь что-то такое. И потом, соответственно, убедишься, прав ты был или же нет. Скорее всего, да, тоже у нас продолжится какая-то мистика. Нам сказали идти куда? К пещере. Нам сказали идти к пещере, через которую мы шли. Это получается, где туалет, да? То есть... То есть, то есть, то есть, то есть, где туалет? Эээ... Не понял. Туалет-то где? Может, где-то здесь? По карте, конечно, можно ориентироваться, но проще, мне кажется, по туалету ориентироваться. Вот, отлично. Туалет мы с тобой нашли, и теперь мы будем уже по той тропе, по которой мы залезали наверх, я так понимаю, спускаться вниз. И, скорее всего, действительно, здесь все сделано настолько идеально. Кстати, смотри, дерево повалило. Оказывается, вчерашний ветер вырвал несколько деревьев рядом с моей вышкой. Представляешь? Будто из другого мира. А теперь представь, если бы вчера был большой пожар. Да уж. Господи. То ли еще бывает, я видел, как вчерашний штиль в мгновение ока превращается в шторм. Если такое случится этим летом, тебе точно достанется? Короче, читал я новости недавно про Москву, про область, все такое. И пипец непогода была. Просто столько в Москве повыдирало деревьев из земли. Я просто в шоке. Так, и, собственно, вот в этой игре у нас примерно то же самое это и творится. Ну а что, максимальное погружение. Осторожно. Аккуратненько. Все, отлично. И мы с тобой практически спустились. Так, возвращаемся, получается, в ту самую пещеру. Фонарик у нас с тобой работает. Но, к счастью, пока что не стемнело. И мы можем в целом на свету все это дело исследовать и посмотреть. То есть, реально, у нас оборвалась какая-то линия. С которой как раз таки и связана наша с тобой связь. Ссори за тавтологию, но действительно так. И мы должны разобраться в нашем втором рабочем дне, как с ней быть. Как чинить, вообще работает, не работает. Что-то проверить и так далее. На самом деле, странно немного, что... Мы вообще туда идем? Да, кейк 452, отлично. А странно немного то, что... Холодный туман. Здесь вообще-то довольно прохладно. Все так, но быстро теплеет. А у Болдера утро холодное. Да, именно. В чем ты там занимаешься? В смысле, какая там жизнь? Говорить о Бакете, о Джулии, говорить о любимом баре. Так, ну давай пока о баре поговорим. Ну так, скучновато, если не катаешься на лыжах. Хотя мы ходили в бар под названием Доллар. Люблю это место. Погоди, это тот, что на улице Перл? У них еще есть потолок. Да, это он. Люблю этот бар. Почему ты туда больше не ходишь? Так, я ж, типа, устроился сюда. А, ну, конечно. Эй, а можешь подождать секунду? Конечно, я просто продолжу путь и буду надеяться, что скоро потеплеет. Приветик. Не думаю. Нет, а ты? Ладно, хорошо. Слушать. Нет, не думаю, что он знает. Подслушаю. Я полностью уверена. Она думала, что откучу микрофон, а нет. А ты? А ты бы что? Хорошо. Я тебе сообщу, если что-то изменится по этому вопросу. Извини за это. Ну так вот, если хочешь о чем-то или о ком-то поговорить, позвони мне. А кто это был? Кто был где? Не думаю, что он знает. Что это было? Ты обо мне говорила? Эм, что? У тебя кнопка была нажата или что там? Генри, это был звонок по работе. Я просто говорила. Хотя это вообще тебя не касается. Чего ты сбесился? Я не бешусь. Хорошо. Я ненадолго отойду. Звоня, если что-то важное. Делайла отошла. Она раздражена. Ага, нихрена себе. Так, она отошла на минуту. Делайла недоступна. Такс, нам сказали выходить из пещеры и поворачивать куда-то на север. Соответственно, мы с тобой пока что пройдем. Так, поворачиваем на север. Возможно, вот угла. Нет, показывать сюда. Окей. Ну, по сути, мы с тобой этой тропинкой-то и шли. То есть, ты прикинь. Наш Генри тоже немножко, мне кажется, переборщил с тем, как бы... Вообще с тем, что решил на нее именно наехать. Типа, эй, слышь, ты, че это вот там не слышал, ты кому-то говоришь про меня. Она ж по факту, ну, просто его коллега, а не знакомый один день. Тут уже баски и предъявы. Это, конечно, жестко. Нужно было как-то более тактично к этому всему подойти. Но, блин, обижаться в такой ситуации тоже не совсем верный путь, потому что, извините меня, она сидит там в своей вышке, рисует свои кроссворды, а мы ходим по холодному туману, все мерзнем, блин, бедные, и пытаемся восстановить линию вот этих вот электропередач. Так, отлично. Я вижу провод, о котором ты говорила. Отсюда кажется, что с ним все в порядке. Проследуй вдоль у него до конца, если возможно. Можешь возвращаться. Понял. Так, хорошо, следуем. Ну, пока что реально ничего не перебито. Опять же, возвращаясь к этому урагану в Москве и в области, такой был прикол. Короче, мужик, представь, мужик пошел в туалет. Общественный туалет, такая булочка. Зашел туда, начался ураган. Этот ураган снес туалетную кабинку вниз дверью, и мужик там застрял. В итоге пришлось вызывать МЧС. Но, к счастью, с ним все в порядке. Он там никак не погиб, не особо даже, по-моему, не травмировался. Но просто довольно забавный случай. Извиняюсь. Самое интересное, что... Что в горло попало? Самое интересное, что вот если МЧС, да, рассылает смски, пишет, что, блин, пипец, какой там уровень погодной опасности, что будет торнадо, смерч, и вообще ты улетишь, как Элли, в страну из грудного города. Не стоит выходить в это время на улицу, потому что, как показывает, к сожалению, очень грустная практика, во время такой непогоды даже можно погибнуть. И действительно, нам тоже какую-то статистику опубликовали, что, по-моему, два человека погибло вот в недавнем урагане. И это просто жесть. То есть идет человек, бац, на него что-то падает. Или идет, бац, в него молния попадает. А это все почему? Потому что он решил, да ладно, господи, что там дождик и дождик, я же не сахарный, не растаю. Поэтому всегда нужно все это дело аккуратненько анализировать. Так, эм... И типа... Мы не можем ни с кем связаться, кроме как с помощью этих проводов. Что ты еще предлагаешь? Домовые сигналы? Ситуация звучит опасно. Если я не буду выходить с ними на связь пару дней, они кого-нибудь отправят проверить, но я бы предпочел... Чего? Go to hell? Да, про вот здесь. Правда? Молодец, что заметил. Ну, не знаю, в двух с половиной километрах к востоку от меня, если идти по тропе вверх. Я пойду и проверю, что с ним. Так вот здесь какая-то хрень. А пройти можно? Так, подожди. Так, но эту штуку я не могу изучить, потому что я не могу обойти никак. Он здесь не прыгает. Он прыгает, только... А! Провод в этом месте определенно поврежден. Я его нашел. Да, только вот... Не похоже, что это из-за ветра. Похоже, что его перерезали. Намеренно. Он полностью перерезан, и рядом куча пивных банок. Тех же, что пили те девчонки. Еще они оставили нам... сообщение. Эти идиотки поплатятся. Они понимают, что из-за этого могут погибнуть люди что если что-то случится с одним из моих дозорных пока такое происходит не дай бог в этот момент начнется пожар что ты собираешься делать я хочу чтобы ты их нашел а потом что я так далеко не думала хотя неправда все что приходит в голову незаконно поделись я пришел сюда за глотком свежего воздуха и приключениями так что там у тебя думаю я просто хочу чтобы ты нашел их и испугал до смерти да я бы сделал страшный костюм призрака но они украли мое белье не знаю подожди пока они уйдут а потом разгроми их лагерь да так чтобы девочка тинейджер убежала к мамочке и папочке я найду их спасибо но мне нужно повысить зарплату и не надеете я бы вернулась к вышке и поискала что-то что выведет тебя к ним но они фанатки red eagle отлично попробуй найти путь по которому они ушли отсюда может быть они обогнули место с другой стороны в сторону озера сомневаюсь что они будут там же где и вчера они точно не могут идти далеко такс обогнуть что-то озеро мы с тобой где мы с тобой здесь озеро вот здесь и вот здесь обалдеть так но здесь по сути больше дороги то нет давай пока что пойдем сюда там разберемся то есть по ходу реально вот эти вот девчонки какие-то соплявки малявки решили над нами издеваться обрывают связь воруют наши вещи пишут какие-то надписи go to hell при том что они тупые дуры решили запускать фейерверки там где запрещено делать законом опа так припасы региона тарафер озеро джонси тарафер ok little bit english no problem мы с тобой продолжаем идти ну природа конечно красивая так с 4 рюкзак застрявший рюкзак здесь оставленный кем-то рюкзак он одному из подростков нет похоже что его забыл довольно забыли довольно давно но ты всегда можешь проверить его наличие чего-либо так и как проверить допустим рюкзак брайана гудвина фотик кстати веревка хорошая у меня теперь завалялись веревки мужики ее было полно в неплохом состоянии кстати здесь так много веревки что я могу оставить ее на креплениях зацени бюджаке также был один из картонных одноразовых фотоаппаратов пленка еще осталось да он всего два или три раза щелкнул крутотень спасибо брайану гудвину кому на сумке была нашивка с именем брайан гудвин угу ты его знала просто я не слышала этого имени уже несколько лет дозорный рейнджер бывший любовник ну наверное вот так что этот паренек с которым у тебя что-то было о да было горячо и страстно конечно брайану гудвину было 12 лет поэтому наша любовь никто не мог понять осуждаем такой нельзя педофилия я шучу не о том что ему на самом деле 12 это часть правда он жил в двух тропах твоей вышке со своим отцом не дам три лет три лета назад отличный паренек сюда разрешено приводить детей нет я не ярый придерживаясь правил они уехали в середине лета так можно сфоткать ага так и ответить надо тихо 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 убери 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 ответить 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 так вы еще общаетесь вы поддерживаете связь ты мальчишка гудлин не они уехали довольно бесцеремонно плюс 40 летняя женщина будет делать подросткам в общем вот так развлекайся с камерой постарайся не снимать чего-то что травмирует работника фотодрома не знаю мне предстоит долгий путь могу и заскучать но у меня тоже очень скучно так что я составлю тебе компанию пока ты ищешь тех девочек ладно ну конечно так спускаемся вот идеально синяя веревка к синей веревке все дело крепим и спускаемся в надежде не звездануться больше нам синяков на попе не надо осторожно реально интересно чудит рюкзак именно здесь забыл так а веревку мы забирать не будем окей ну опять же будем надеяться что а чё я так не спущусь я так не спущусь серьезно ну ладно мы сейчас все найденные веревки ты потратим мне кажется но зато там есть еще один кейс который мы сейчас как откроем как золотаем что-то полезное вообще кайф осторожно все отлично вот мы и здесь хранящика взламываем ящик с припасами 1 2 3 4 так и сразу же нужно перерисовать карту отлично а здесь у нас окаменелый коготь и отколотый камень кто-то нашел окаменелость и положил ее в ящик для припасов ну конечно так и чем мы с собой его не берем а их можно было крутить серьезно нифига так и записка блин а в тот раз я кстати не прочитал сообщить о переписке а кто такие рон и дэйв они оставляют друг другу записки в ящиках может я одного из них видел в ущелье помнишь парень с фонариком и меня это не оба рейнджеры в этом сезоне их здесь нет я не очень хорошо их знала но мне казалось единственное что интересует рона бегать за юбками напиваться даже удивительно узнать что он способен поддерживать переписку с кем-то кто не пришел к ему свой полароидный снимок топлив так угадаю кого свидание с дэби на следующей неделе нет ни у этого засранца стива то его друга рона я пошел проведать нового парня после что как он говорит сам собой решил держаться подальше помнишь как ты засек парня из чимирок когда тут развлекался сам собой в гамаке я начинаю думать что лесная служба нанимает только психов и извращенцев нас-то конечно не касается мысливки общества давай выпьем за дэп рон какой-то дэп хорошо так идем дальше записку получается можем выбросить мы с тобой прочитали вначале нужно читать и потом уже сообщать нашей подружки о том что мы с тобой заметили так здесь тупичок идем направо чё по карте кстати где мы плюс-минус а мы с тобой получается в центре и даже чуть ближе к северу хорошо давай пойдем сюда веселенькое же это занятие составить этого странного крентеля поднять свою задницу и починить все крендели ха-ха хочешь чтобы я вернулся дай пакетка о блин что тебе понравилось этот мужик просто король кренделей да уж неплохо пожалуй приму на вооружение еще пожар был больше на здоровье да смотри-ка сгоревшая зона я в сгоревшей части леса не знаю куда идти никаких следов пока нет спойнт никто не будет разбивать лагерь в зарослях иван чая ну я хотела бы чтобы ты там остался в качестве услуги раз служить мы знаем что эти девушки неаккуратны они должны были оставить какой-то след а чё это разбивать лагерь в зарослях иван чая не очень разбил лагерь попил иван чай и все и жизнь удалась так ну а что значит неаккуратные ты прям реально думаешь что у них гигантские медвежьи следы будут за ними или чё ниже небось там размер какой-нибудь 37 слушай извини что сорвалась на тебя ранее я подумала и поняла что этот звонок действительно звучал довольно странно для тебя так крепление а все больше ничего нет а есть плюс ты же тут один своими мыслями поверь я знаю каково это и разбил кому-то в колорадо сердце когда устроился на эту работу лично я решила не привязываться кому-либо кто будет по мне скучать хотя немного в стороне от этого я женат мы же не обязаны это обсуждать правильно я забочусь о людях и люблю дружеские эти но почему они должны быть только с ним человеком на всю жизнь моя тетя кейтси была замужем за одним человеком 40 лет а когда он помер то оказалось что он изменял с большим брокером такая женат алло но я вообще-то женат но ты здесь все нормально и твое дело она больна и меня здесь быть не должно ну скажем вот так не будем обижать просто все порядке просто ну делаем перерыв чтобы развеяться небольшая перемена ну да хорошо ну на этом можем закончить thanks спасибо но она тоже лишь молодец не стала дальше рыть яму поняла что лучше сменить тему окей какой большой спуск офигеть вот там предыдущий раз я понял что в принципе можно то и спрыгнуть здесь если спрыгнешь но скорее всего ноги поломаешь это реально опасно так чё по карте кстати по карте мы с тобой у тандер кейн каньон тандер это вроде гроза а каньон ну это как каньон так переводится изучаем английский с михаилом дакстром поехали а это хоть и грязь это river a little river ok это сэнд он такой типа песочек осторожно спускаемся здесь у нас a lot of stones big stones sky sun ok эй ты это видел чё ты простолб вижу что возможно а что именно я едва различаю но к юго-западу объединяется маленький клубок дыма ты сможешь туда добраться через губ озеро кручу файв-майл юго-западном квартале твоей карты квадранте думаешь это те девчонки я уверена что это их костер да я бы сказал что на сто процентов найти источник дыма действительно пофиг да полностью а в чем проблема реально собрать всех рейнджеров и надавать им звездюлей и просто сказать там связаться с родителями сказать чуть за дичь а вижу реально так я вижу что дыма отправляйся к ним и задай жару да их скорее всего там сейчас не будет они же не совсем глупые хотя судя по поступкам там вот запускать фейерверки наши печатные машинки из окон выкидывать они мне кажется вообще прям конкретные дурочки так допустим ну все одержите я к вам иду а где столб дыма ага он у нас где-то правее смещаемся потихоньку блин не очень нравится графика и очень нравится смузяка и очень нравится как сделаны уровни ну смысле вся карта потому что очень насыщенно скажу я тебе не так что пару деревьев воткнули и вот типа держи это заповедник или лес а прям реально с душой каждый кустик на своем месте каждая травинка респект и опять же вот в таких мелочах и кроется что называется общее отношение к игре отзывы так а я по моему не сюда пришел да что внезапно сыграла музяка все наши приключения музяки не было сейчас бац и держите так скорее всего куда-то куда-то туда погнали я честно удивляюсь как я до сих пор не заблудился потому что местами прям кажется что пипец в час я спущусь больше не поднимусь а дыма окажется вообще в другом месте то есть игрушка прям вот полностью дает тебе свой выбор куда ты хочешь идти что хочешь делать это офигенно здесь нету невидимых стен послушай просто чтобы ты знал я не хотела переступать границы ранее когда ты заговорил о жене я знаю но ты переступил это не может так делать я знаю что не хотела ты просто пыталась поддержать беседу я ценю это решили расскажи мне не если хочешь ну алло она больная на профессор в же я припочел бы не говорить об этом ну вот у нее ученая степень биологии эволюции все такое эволюция это рисковая тема в этих краях блин она звучит крутой еще как и где она преподает болгар отличная школа мой двоюродный брат туда ходил ну вот такая она так пышные леса для такого жаркого лета как сейчас это место выглядит слишком пышным должно быть ты говоришь о бассейновой рощи да я кажется именно здесь эти деревья кстати цельный организм с единым корнем ты это знал нет они распределяют воду между собой таким образом могут выживать сотни лет даже после пожара может поверить что тебе и правда платят за это также судя по карте ты скоро выйдешь кучу который отведет тебя к множеству привезли дым я вообще туда иду или нет надеюсь сути по карте где ух ни хрена так ладно возможно сейчас реально выйдем кручу ну вот и ручей мы с тобой протопали можно сказать насквозь реально всю карту за эту серию ну очень большие площади действительно очень большие очень красивые ты прикинь реально эта игрушка в свое время когда только вышло она реально стала каким-то прорывом в игровой индустрии потому что безумно приятная графика интересный цепляющий сюжет который казалось бы должен быть ну максимально однотипным ходить сквозь эти леса ну нет тебя есть конкретная цель у тебя есть какая-то полу мистика все-таки это девчонки или не девчонки творят все вот эти вот пакости непонятные и это цепляет а что к югу отсюда м мексика это какая-то загадка чудесный вид на юг деревья города самого горизонта в конечном счете ты окажешься на территории охраняемой вышкой черниров но туда пешком не дойдешь и заслужены местности понятно так но мы с тобой мне кажется немножко свернули нам нужно вон в ту сторону идти какие-то водопады офигеть так на счастье немножко конечно заблудился а вот я вижу тряпочку чью-то водопад и кусок ткани здесь какая-то тряпка похоже что ее откуда-то вырвали странно я продолжу осмотр так нужно про водопад здесь рядом очень красивый водопад учитывая любовь тех девчонок панью на гишом они сюда не просто пришли я буду иногда фразы по логике давать потому что говорит он порой очень очень быстро так но пойдем сюда это что такое подожди это чё такое только что мне кажется была метка но идет сохраняшка это значит мы с тобой здесь конечно же костер подростков и снова здесь никого нет я вижу лагеря кажется они разводили огонь это точно похоже на том готов поклясться они притащили сюда 4 ящика пива высоте и не дай им себя обнаружить но и работенка эти девчонки оставили целый ящик пива полный ящик ну вот молодцы то какие вот это преданность делу ну я нашел опасных самцов это название журнала для девочек он лежал на семье у них лагере так подростковая зона я вошел в подростковую зону правда и она это один из девчачьих журналов моё белье а нашел мое белье как это они влезли к тебе на вышку похоже так с палатка палатка которая нахрен разгрызана как будто гигантским медведем и записка тогда почитаем начале дорогой псих я надеюсь что ты доволен мы уходим и обратимся в полицию или куда-нибудь еще и скажем им как ты напугал нас на озере а потом пришлем и а потом пришел и разрушил наш лагерь и испортил все наши вещи о а воровать трусы просто отвратительно ты наверняка сраный маньяк убийца и точно попадешь тюрьму надеюсь те фейерверки того стоили хрен офигели что их здесь точно откуда ты знаешь девчонки оставили кому-то мне наверно записку и что не сказано они вызывают полицию думаю я на них напал это извини за ним все неудобства вот это надо правду сказать они угрожают вызвать полицию потому что думаешь что я напал о мой бог так и это правда не выдумывая ерунды блин это не ерунда я знаю тебя сколько 24 часа вдруг ты псих слушай я пришел сюда тихо сидеть на вышке не возиться с херундой из-за кучки студентов тоже верно хорошо они ушли да они ушли но видела бы ты это место это это странно в лесу случаются странности это могли быть другие туристы у них мог быть чуткий приход от грибов мы не знаем но они ушли отсюда нельзя вызвать копов они не вернутся мы можем начать работать я бы уже хотела начать наслаждаться тихим летом да я тоже и собственно день номер три хорошо тоже как мне кажется довольно интересно и начинаем моего с работы по заколачиванию нашего разбитого окна этими тупыми девками за работу завершить день два отлично собственно на этом это мы так же завершаем и вторую нашу серию поэтому если вам понравился данный видосик я как ты выглядишь а почему ты спрашиваешь потому что я всегда сижу по внешности так рановато мы чуть заговорили собственно если вам понравился данный дочка обязательно поставьте ему большой палец вверх также не забывайте подписываться на канал жмите колокольчик учить там все у меня что в курсе выхода новых видосов и также подписывайтесь на все ссылочки из описании но с вами был ваш дакстр всем хорошего настроения всем удачи и всем пока пока